Слово Итак, какова же вторая возможная интерпретация? Какова же вторая возможная интерпретация Иоанна 15 главы? Есть люди, которые кажутся христианами, кажется, что они во Христе, но на самом деле они не во Христе. Формально они принадлежат к христианской церкви, но христианской жизни, жизни возрожденного человека, в них нет. И лучше всего я могу аргументировать именно второй взгляд. Но сам я стою на третьем взгляде, на третьей позиции, которую я аргументировать не могу, сильно аргументировать не могу. Единственное, что я могу сказать в защиту третьей позиции, это требование четкого, безупречного подхода к правилам интерпретации притчи. Метафора о винограднике, о лозе и ветвях никакого отношения не имеет к нашему спасению. Эта метафора скорее объясняет, как мы приносим плод. Я не считаю, что всякий христианин, что каждый христианин приносит плод. Есть такие люди, которые называются часто малыми или меньшими в Царстве Божьем. Есть люди, которые спасаются как головня из огня. Есть христиане, которые попадут в небеса, и мы будем чувствовать, что от них еще паленым пахнет. Есть христиане, которые окажутся таки в небесах, но большинство их дел сгорят, потому что будут подобными не драгоценным металлом, не золото и серебру, а соломе. И я думаю, что есть христиане, которые так и в отличие от того, что они никогда не берут ни фрукту, что они в положении, где никогда не берут ни фрукту. Есть христиане, которым настолько дела нет, какого-то пребывания во Христе, что они не приносят плода, да и не могут его приносить. Вот о таких христианах и предупреждает Иисус. Если взять Евангелие от Иоанна пятнадцатую главу вне контекста, если не читать ее в контексте Иоанна шестой главы, Иоанна десятой главы, послание к римлянам пятой главы, послание к римлянам восьмой главы и других фрагментов Священного Писания, если взять ее вне контекста всего богословия, то да, на основании первых стихов пятнадцатой главы Иоанна действительно можно успешно аргументировать версию о том, что спасение мы можем потерять. Если же изучить все библейские фрагменты, которые говорят о спасении, и особенно Евангелие от Матфея, седьмую главу, то можно с большой уверенностью утверждать, что пятнадцатая глава говорит о христианах, которые не приносят плод. Иронично, я верю на третью главу, которую вы не можете сделать очень сильную аргуменцию, но я думаю, что это значит, что Господь. И все-таки я стою на третьем взгляде, который не могу сильно защищать, но все-таки его придерживаюсь. Следующие несколько стихов Евангелия от Иоанна, пятнадцатая глава, с девятого по семнадцатой стихи, речь здесь идет о любви, о ответе на молитвы, о доказательствах в послушании, доказательства в ученичестве. Обычно в Новом Завете мы выделяем четыре литературных жанра. Мы выделяем Евангелия, мы выделяем послания, мы выделяем историческое повествование и апокалиптические книги. Оставшаяся нам часть беседы в горнице ближе всего, пожалуй, к посланиям. В Евангелиях мы находим провозглашение христианской жизни. Основной вопрос Евангелий – каков Он, Христос? В посланиях мы находим объяснение христианской жизни. И послания отвечают на вопрос, каково это – быть как Христос? Я бы сказал, что сейчас в Евангелии от Иоанна наступают стихи, которые похожи больше всего именно на послания. Мы узнаем, что значит быть подобными Христу. И в первых 7-8 стихах 15 главы говорится о том, как важно быть близкими ко Христу, как важно пребывать в Нем. Помните, я вам говорил о том, что вот этот глагол «пребывать» встречается 10 раз в первых 11 стихах 15 главы. Как же пребывать во Христе? Ну, во-первых, через послушание. Что побуждает нас быть послушными? Кстати говоря, по поводу вот этого взгляда, этого ответа, который я дал сейчас, есть два возражения. Я сказал уже сегодня о том, что всегда говорю, если человек один раз получил спасение, то Бог его сохранит. Что Христос умер за все наши грехи, прошлое, настоящее и будущее. Более того, в момент смерти Иисуса Христа нас еще не было. Все наши грехи были тогда в будущем. Соответственно, Христос умер из-за те грехи, из-за которых мы могли бы потерять свое спасение. Вот когда я об этом говорю, люди обычно высказывают два возражения. Во-первых, мне показывают библейские фрагменты, которые, как кажется, говорят обратное. Например, Иоанна 15 или Евреям 6. Второе возражение звучит так. Ну, помилуйте, если вы такое будете говорить христианам, если вы им скажете, что они в руках Божьих, что никто их из руки Божьей не похитит, что в спасении можно быть уверенным, так они же потом пойдут и грешить начнут. Именно такое возражение предвидит апостол Павел в послании к Римлянам. Так что, если против вашего учения высказывают такое же возражение, то вы учитесь тому же, чему учил и Павел. В связи с 6 и 10 главами Евангелия от Иоанна я уже говорил о том, что закон не особенно побуждает нас к правильным поступкам. Адская перспектива тоже, или перспектива ада, также не особенно побуждает нас к правильным поступкам. Человек, который знает, что его жена будет любить его независимо от обстоятельств, любить его в любом случае, или человек, который постоянно находится на короткой привязи, на коротком поводке и понимает, что чуть что не так жена подаст на развод. В январе я вам рассказывал историю своей биографии, о том, как в молодости, в юности работал на сталилитейном заводе. Я говорил о том, что при своей полной бесталантности и при том, что у меня не было совершенно никаких способностей к этому делу, я, пожалуй, больше всех заботился об успехе, меня больше всех волновал успех компании. Я говорил о том, что неустанно трудился, отдавал компании все силы, но не потому, что боялся увольнения, не потому, что боялся остаться без зарплаты, потому, что хозяин этой компании платил мне деньги даже в тех случаях, когда я не работал. Хозяин компании платил мое обучение в университете и в семинаре, платил за мою еду, платил все. Потому, что хозяин компании купил мне 5, в разное время купил мне 5 машин. Первую машину за свои деньги я сам купил, когда мне было уже 36 лет. Потому, что компания эта принадлежала моему отцу. «Работал я не из страха, а из любви». А теперь посмотрите на 9 стих 15 главы Евангелия от Иоанна. «Послушайте, послушайте». Перед нами одно из величайших обетований, данных нам, христианам. Господь ободряет нас, христиан, и два из этих величайших ободрений мы находим именно здесь, в беседе у горницы. Первое, Иоанна 15, 9. Второе, Иоанна 17, 23. Смотрите, что здесь говорится. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». И задумайтесь, пожалуйста. «Сколько времени надо, чтобы все-таки это когда-то до нас дошло?» Нужна целая вечность. «Вовеки». «Сколько времени нужно, чтобы мы поняли, что Христос любит нас, как Отец возлюбил Его». Дорогие братья и сестры, вы понимаете весь смысл этих слов? «Неужели этого мало для того, чтобы вам жить для Христа?» «Неужели этого недостаточно, чтобы вы были готовы и умереть ради Христа?» Что Христос любит нас, как Отец возлюбил Его. Вот почему мы пребываем. Вот почему мы слушаемся. Если Он так нас любит, то как Он может хотя бы одного из нас потерять? Итак, Иисус говорит, что Он выполнил, Он исполнил заповеди Отца, а Он пребывает в любви Отца. И в 10 стихе «Если заповеди Моих соблюдаете, пребудете в любви Моей». В основе христианской жизни не правило, а отношения со Христом, отношения с Богом. Заповеди даны нам для того, чтобы сохранить радость, сохранить удовлетворенность в этих отношениях. Вот о чем Он говорит в связи с заповедями. Он говорит о любви и о радости. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. В январе я уже говорил, что ключ к пониманию всего мы находим в любви Отца к Сыну. Я напомнил вам, что любовь впервые упоминается в Библии в связи с любовью, в отношении к любви Отца к Сыну. Бытие, 22 глава, любовь Авраама к Исааку. Я подчеркивал, что любовь – ключ ко всему. Видите, как все это устроено? Любовь Бога Отца ко Христу, любовь Христа к нам, наша любовь к другим людям. Бог спас нас для того, чтобы привлечь нас в любовь и радость. Ту любовь и радость, которая существовала между Отцом и Сыном от Вечности. Чтобы мы вошли в эту любовь, вошли в эту радость, и приводили в эту любовь и радость других людей. А дальше 13 стих 15 главы, где Иисус говорит о том, что Ему предстоит сделать, где Иисус объясняет смысл происходящего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы говорили вчера, что тест для discipleship – это обидение. Тест для любовь – это тоже обидение. Любовь также проявляется через послушание. Вы мои друзья, если вы делаете, то, что я вам предупредил. Вчера мы говорили о том, что ученичество проверяется через послушание. Любовь также проверяется через послушание. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Мы не делаем эти вещи просто, потому что мы славы Христа. Мы делаем эти вещи, потому что мы друзья Христа. Вчера 15 главы. Почему мы так поступаем? Не только не потому, что мы были бы рабами Христа. Он говорит, я уже не называю вас рабами. Мы делаем это потому, что мы друзья его. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Воспоминания о предательстве Иуды все еще свежо в следующих словах Иисуса Христа «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Иисус снова напоминает им, что ответы на молитву приходят через просьбы прошения по воле Отца. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Ученик – это не только тот, кто может, умеет силу любить других. Конечно, ученик имеет такую силу, имеет такую возможность. Но есть и еще один признак ученика. В нашем единстве со Христом мы получаем возможность взаимной любви, мы любим друг друга. Но, кроме того, у нас есть общее отвержение. Мир отвергает нас всех. Никому не пожелаешь быть отвергнутым. Никакому верующему не пожелаешь быть отвергнутым. Но это не пожелаешь, но это будет обязательно. Ведь и о Мессии было пророчество, что Он будет презираем, Он будет отвергнут. Вот в пророке Исаии, 53-я глава. Если мы не хотим быть отвергнутым миром, если мы сопротивляемся по этому поводу, то давайте себе зададим вопрос. Неужели мы не хотим участвовать в том отвержении, которое принял на Себя Иисус Христос? Неужели мы тем самым говорим, да, Иисус, мир отвергал Тебя, но Я все-таки хочу, чтобы Меня принимали? Вот и в 19 стихе Иисус говорит, «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». И в 20 стихе. Помните слово, которое Я сказал вам, «Раб не больше Господина Своего, если Меня гнали, будут гнать и вас, если Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». А ненавидящий Меня ненавидит и Отца. Несколько позже, в 24 стихе, Иисус говорит им, что совершал дела Отца, ненавидящий Отца, а отвергающий Отца, отвергает и Христа. Иисус говорит, что Его послал Отец. И снова, уходя, Он напоминает ученикам, что Отец пошлет другого Утешителя, Духа Святого. Духа Святого, который будет свидетельствовать о Сыне. И 16 глава, более всех остальных, говорит именно о Святом Духе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok